Это было давно, это было 21 год назад, да. Я была с друзьями, нас было четыре, по-моему, на троллейбусе. И сейчас на транспорте, в принципе, можно вставать спокойно, ходить, где выход, и просто подождать, пока остановка. А тогда, вот, особенно зимой, надо, вот, столько людей в транспорте, это вообще, это было ужас. Одна подруга, с одной подругой, мы очень часто после школы, мы сели на троллейбус и ездили не в ту сторону, потому что троллейбус ездил на вокзал, и там практически все вышли, а потом он обратно домой. И мы ездили не в ту сторону, чтобы можно было садиться возле двери. Вот на этот раз нас было четыре, и вот где большие двери посередине, нас оттолкали вот туда, возле окна, и за нами была бабушка. И вошли после нас какие-то молодые парни, и мы не видели, потому что было столько народа, мы не видели, что у них вот большие, как спортивные сумки, и они положили на пол, возле ступенок. И когда это была наша остановка, многие хотели выйти, и перед нами были люди, и мы не понимали, почему они быстрее не выходят. И вот эта бабушка, она стала нервничать, и стала орать. И это было зимой, и на мне была дубленка, толстая вот такая, и еще свитер, и еще что-то. И вот эта бабушка, она меня била так сильно, что было больно почки. И на меня орала, что типа я виновата, что она не может выйти, а перед мной еще люди, и перед ними еще люди, и все как медленно вроде спускаются по степенькам, и я тут ни при чем. И я просто не терпела, и орала на нее, что это не я, что там какая-то, видно, что какая-то помеха. И когда мы дошли, мы видели, что вот эти молодые идиоты даже не додумали до того, что надо поднять эти сумки, чтобы люди могли быстрее и безопасно выйти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok